Всем привет! Я рада вас видеть на своем YouTube-канале и сегодня мы с вами будем говорить про бюджетные продукты 2019 года, которые я тестировала в течение прошлого года и я считаю, что они стоят вашего внимания. Я начну с базы под макияж и закончу продуктами для губ, либо для глаз. Мы будем так плавненько с вами передвигаться. Первая у нас будет увлажняющая база от KIKO Hydro Pro Glow. Это увлажняющая, сияющая база. Ее можно наносить как на все лицо, так и подсвечивая отдельные участки кожи. Она не конфликтует с тональными кремами и что мне в ней нравится, это то, что у нее очень мелкий шиммер внутри. Она красиво подсвечивает, но при этом не видны блесточки. Сейчас я вам покажу. Удобный очень дезатор, стоит вроде 20 евро. И вот я сейчас на руку нанесла очень красиво подсвечивает. Вот это без, это красиво подсвечивает. У нас будут сразу два тональных крема. Первый от Catrice Camouflage Liquid HD и второй это от Remel Lasting Finish 25 часов. Почему 25 или 24? Ну да ладно. Тональный крем от Remel. Он очень такой легкая-средняя степень покрытия. Он почти не ощущается на лице и что мне в нем понравилось, он сливается с кожей и вы почти не замечаете, что у вас там есть какой-то тон. С ним легко находить в течение дня. Если же у вас на коже есть у ушей какие-то, то вам все-таки стоит нанести какое-то увозняющее средство. Единственное, что он может немножко окислиться и изменить цвет, поэтому обязательно протестируйте его перед покупкой. Очень удобный дозатор. Вот такой спонжик у него, который можно сразу наносить на лицо. И сейчас вот я вам покажу. Его, мне кажется, даже можно наносить пальчиком. И так все обращу ваше внимание, что это устойчивый тональный крем. Все-таки больше подойдет для жирной комбинированной кожи нормальной. С хуя обязательно нужно увлажнить ду. Вот видите, он прям так сливается и почти не виден на коже. Тональный крем от Catrice в стеклянной такой баночке с пипеткой. Нужно, кстати, наносить его достаточно быстро, потому что то он устойчивый и быстро застывает. Я не рекомендую делать это руками, а лучше либо с помощью спонжа, либо с помощью кисти. У него очень высокая степень покрытия. Он хорошо вам обскроет там всякие покраснения, покраснения. И также он имеет матовый финиш. Если же у вас есть какие-то солнышения, то рекомендую обязательно увлажнить кожу до. Сейчас посмотрим, как же он наносится. Капелька. Немножко, конечно, заметим на лице будет, но не критично. Вот, хорошо все так перекрывает. Так что, кто в поиске себе матовых тональных кремов, обязательно обратите внимание на эти блок красоты. И сейчас будет тоже два консилера. И угадайте, какая марка? Конечно же, Catrice. Вот. И второй это консилер от марки Maybelline Fit Me. Консилер-камуфляж от Catrice. Не является новинкой 2019 года. Но в 2019 году я с ним познакомилась. И активно использую уже второй тюбик. Он очень плотный, но эластичный. И не скатывается в складочки, вот под глазками. Соответственно, также можно уплотнять любые места на лице, которые там не перекрыл вас тональный крем. Очень-очень крутой. Так что, посмотрите обязательно. И консилер от Fit Me. Немножко меньше по плотности, чем от Catrice. Но тоже очень хорошо себя ведет. Равнил 2. Оба имеют матовое покрытие. Вот они, красавчики. Чуть желудеет. А этот более такой холодный. Ну, очень круто растушевывается. Я их часто использую, когда мне не хватает уплотнения у тонального крема. И нужно там какие-то места проработать дополнительно. То, на самом деле, рука тянется именно к Catrice. Считаю, он с очень крутым продуктом. Кто ищет, посмотрите. Следующий у нас хайлайтер от марки Smart Girl. По-моему, продается в Еве, если я не ошибаюсь. Очень, на самом деле, крутой хайлайтер. Запеченный. И несмотря на то, что он идет такой желудоватый, он идет и больше в белый. У него невероятно мельчайший помол. Вот, просто посмотрите. Он очень красиво подсвечивает. Причем вы не видите вот этих суперсветящихся частичек. Даже пальчиком растушевываю. Если вы светлокожая девочка, то он на вас может уходить желтый. А если же у вас есть такой легкий желтый подтон, то прям очень рекомендую вам на него посмотреть. Мне кажется, что упаковки хватит просто на дом. Жидкий хайлайтер. В этом году мне понравился от NYX The Way We Glow. Это как такой бусер для сияния. Потому что это и как хайлайтер. Можно и в тон добавлять, и наносить до тона, и наносить после. Он дает такое красивое, мокрое сияние. Застывает. Мне кажется, способов много, как его использовать. Смотрите, у него, кстати, тоже дозатор с пипеточкой. Красивый такой бронзовый оттенок. Но с такими больше светлыми блесточками. Такая красивая влажная кожа. Очень круто смотрится. Такие красивые переливы делает. Кто в поиске, обязательно на него обратите внимание. Дальше мы с вами поговорим про бронзер. Я вообще думаю об этом исключить этот момент. Потому что у меня не так много бронзеров есть из масс-маркета. Которые бы мне нравились. Потому что больше все-таки они либо рожат, либо слишком теплые, соответственно. Или там блестящие. И найти подходящие не так-то и легко. Но тут я все-таки выделю вот этот кремовый стик от KIKO. В 201 номере. Мне кажется, это, я повторюсь, это не продукт 2019 года. Это не является новинкой. Но это настолько их крутой продукт, что я обязательно должна была о нем упомянуть в этом видео. Стик такого холодно-коричневого цвета. Именно 201. Его легко растушевывать. Можно наносить сразу. Можно наносить через кисть. Мне кажется, это просто must-have всех визажистов. Всех девочек, которые любят делать контурирование лица. Обязательно посмотрите в 201 номере. Такого цвета. Это я много еще нанесла. Но вы сейчас увидите, как его легко растушевать. Он и не холодный, и такой, и не слишком теплый. Но очень красиво просто смотрится на лице. Он будет не быть многословный. Я вам сейчас на себе покажу. Так, чуть-чуть. Ну, он просто вот шикарно вообще наносится и растушевывается. Просто вот. Раз, и у вас есть скулы. И самый любимый стик. Поэтому, кто ищет, девочки, обязательно себе смотрите. Потому что, мне кажется, берем его макияж. Не макияж. Только тут для меня стало открытием основа по туши. Я знала, что они существуют, но как-то все время проходило мимо. Пока мне не попался пробник одного, одной вот такой основы по туши. Хотя, наверняка, правильно будет сказать, сыворотка по туши для роста ресниц. Вот. Но в данном случае я их использую только как основу по туши. Потому что у меня ресницы небольшие. И с ними мои ресницы становятся и длинными, и густыми. Первое, которое я бы пробовала, это, конечно же, известная всем Эвелин. Называется Advanced Volume Year. Это активная сыворотка для ресниц. Она такого белого цвета с силиконовой щеточкой. Наносите и сразу красите тушу. И она вам делает ресницы больше. Ну, одна из моих подписчиц, я посоветовала мне их голубую версию. Тоже это сыворотка 8 в 1. Это, понимаете ли, 3 в 1. А это 8 в 1. И я вам хочу сказать, что разница таки очевидна. Моим фаворитом стала именно голубая. И я вам для нее советую обратить внимание. У кого ресницы небольшие, выходите прям такие суперкрутые ресницы. И еще вот плюс этих продуктов в том, что они, во-первых, увеличивают стойкость туши. Соответственно, она у вас не течет и не осыпается в течение дня. Как, например, если бы вы бы эти продукты не использовали. Большой объем. Они тут, кстати, тоже такая силиконовая щеточка. Это средство самого белого цвета, но в одном самом деле очень легко закрашивается тушью. И потом белые места или там какие-то пробелы не видны. Вот. Прям суперкрутые продукты. Я теперь вообще без них не понимаю, как можно красить глаза, не использовать эту основу под тушь. Так что обязательно вот эти два. Но я вам рекомендую именно голубую. Тушь это будет в данном случае новинка 2019 года. Моя любимая Maybelline. Вот в такой упаковке. Сейчас переверну. Вот. Вот тушь от Maybelline. Ее представлено, по-моему, на четыре цвета. Коричневый, черный, бордовый и синий. У меня были все цвета. И за что я люблю эту тушь? За то, что она смывается теплой водой. То бишь вот эти вот паучьи лапки, когда мы смываемся, и прям, короче, панда под глазами. Этого с этой тушью не происходит. Она не течет. Она прекрасно носится в жару. Ее легко смывать просто теплой водой. Она хорошо наслаивается. В общем, для меня она стала открытием. И свою любимую тушь от Vivienne Sabo Cabaret. Я отложила, потому что появилась вот эта. Потому что это просто какой-то must-have. Всех клиентов своих я на нее привела. И если вы ее уже попробовали, то обязательно напишите, когда шла она вам, понравилась? Либо все-таки эта тушь не ваш фаворит. Тогда обязательно поделитесь, какой тушью вы пользуетесь. Другим девочкам тоже будет это интересно узнать. По карандашам хочется обратить ваше внимание на марку Maybelline. Карандаш называется Tattoo Widener. Именно хочу обратить внимание на коричневый карандаш, потому что в больших случаях представлены черные карандаши. Найти классный коричневый карандаш в масс-маркете. Ну, та еще задача. Это карандаши гелевые. У них на самом деле широкая цветовая палитра. Не только там черно-коричневый, а еще разнообразные другие цвета. Но эти карандаши стойкие. У них потрясающая цена. Что-то не уровне 100 гривен стоят. Они не текут. Можно наслаивать, работать со слизистой. Можно даже там стрелочку перерисовывать. Вот. Так что кто ищет, обязательно присмотрите. И показываю слотчи. Карандаш очень мягкий. Красивый шоколадный оттенок. Легко тушуется. Немножко липковат. Подойдет и для подложки, там, смоки. Либо, там, растушеванные стрелки. Тушуется, кстати, не пятном. Что тоже немаловажно. И можно также наслаивать. Очень крутые. Постоянные цена-качество. Для губ я рекомендую обратить внимание на вот такие карандаши, помады от марки Maybelline. Да, это снова Maybelline. На самом деле у них очень крутые продукты. Так что, ну, кто ищет, я рекомендую смотреть на их стенд обязательно. В данной линейке около 5-6 цветов. Но мне понравился именно этот цвет. Легко наносить. Он не сушит губы. Можно использовать на румяна и на глазки тоже. Все это в течение дня будет сходить просто постепенно. Слегка отпечатывается. Но это не заявлено как какая-то суперстойкая помада. И посмотрим теперь с вотчей. Карандаш очень удобен в использовании. Текстура невероятно мягкая такая, сливочная. Как видно, есть легкое такое сияние. Но это все-таки больше как суфлейная такая помада. Не суперстойкая. Но если используют как щечки, она липкости абсолютно не дает. Будет слегка отпечатываться. Оттенок такой пыльный, холодный, розовый. Но с добавлением теплого. Прежде всего, кстати, я думаю, это особенно заметно. Очень крутая. Именно в этом цвете. Кстати, я же не сказала, что это за цвет. Это 15. Еще один продукт, на который стоит обратить внимание. Это карандаш от марки Fence Abou в 103 номере. Вот верятные стойки. Красивый оттенок. Мне кажется, уйдет почти всем. Вот самым любимым карандаш моих клиентов. А цена-качество просто супер. Фин с собой вот 103 номер. Такая пыльная роза. Можно носить как самостоятельно. Идет, кстати, почти всем. Так, и под помаду. Легко растушевывается, но он достаточно стойкий. Спасибо большое, что посмотрели со мной это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Также пишите внизу в комментариях, какие ваши личные фавориты 2019 года. И если вы попали какие-то из продуктов, то напишите свое мнение об этом. Пока.